Всем привет! С вами снова я, Алиса, с канала Белевикс. Список ожидаемых кукол Monster High в 2022 году пополняется с каждым месяцем. Сегодня мы с вами сравним самую главную героиню — новую базовую Фрэнкиштейн Buriginal Creep Production с ее старыми версиями прошлых годов, а также оценим, что лучше и хуже, и сравним по стоимости. На июль в линейке базовых кукол еще выпущены Дракулаура, Клодин Вольф и Лагуна Блю. Напишите в комментарии, на кого хотите следующий обзор, и не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить эти видео. Конечно, многие ожидали увидеть еще и базовую Клеуденил и Гулю Йелпс, и были очень разочарованы, что в репродукции первых базовых кукол их не оказалось. Да, они очень редкие, но и цена Лагуны, например, первой волны, достигает на американском eBay 40 тысяч рублей. В пятницу 13 мая состоялся релиз репродукции официальным аккаунтом Monster High. Изначальная цена кукол составляла 25 долларов. По штрих-коду куклы пробились в Walmart, так что были доступны и там, как минимум. В США их можно было приобрести непосредственно в магазинах, и это куклы действительно массового производства. В Мексике очень бурно прошли продажи репродукции базовых монстров. Однако на этом приятные новости закончились. Фанатов было настолько много, что они образовали толпу внутри магазина игрушек. Кукол сметали из полок, внутри устроили беспорядок, а часть стендов была разгромлена. Товары, в общем, валялись на полу. О ситуации рассказывают по новостным каналам. Короче говоря, будь собой, будь уникальным и держись за кукол в прямом смысле. Или вот что значит держать фанатов голодными с 2009 года. Одни считают, что перезапуск не ориентирован на старых фанатов. Ведь более чем за 10 лет поколение сменилось, и многие поменяли сферу интересов. А другие придерживаются мнения, что помимо основного приоритета компании – детей. Производители задумались и о болдах. В любом случае, когда такой ажиотаж вокруг монстров и рост цен на товар, народ готов пойти чуть ли не по головам, чтобы урвать лакомый кусок. В интернете ходят слухи, что кукол завезут в Россию. Мотел ведь заранее отгружает свои товары на склады. Возможно, что репродукция лежит и ждет уже своего релиза. Например, сет рокеров Кэтинуар и Торли Страйп впервые появились в России, а уже потом и в остальном мире. Но официальной информации по поводу репродукции никакой сейчас нет, и в связи с политической ситуацией в стране все поставки под вопросом. Упаковка похожа на ту, что была раньше, но все же заметно отличается. Форма гроба, напоминающая папку, практически сохранена. Однако открытое окно верхней части, которое было у оригинальных кукол, теперь заменено графическим изображением цепочки, с разными цитатами для каждого персонажа. Оригинальные коробки кукол содержали намного больше информации о каждом персонаже, например, любимые предметы, стиль и многое другое. Нынешние коробки менее покрыты блистером, из-за чего они кажутся более упрощенными. Справа надпись Monster High на разных языках с личным черепком персонажа. Внизу имя и информация, чья дочь, возрастное ограничение куклы, также 6+. По обрамлению мы видим отсылки, значки, свойственные Фрэнки, заштопанные сердца, шипы, цепи, звезды, а также появился логотип Маттел. Сбоку череп МХ и арт Фрэнки в полный рост. На задней стороне коробки надпись Monster High, текст «Встречайте страшно модных подростков, детей знаменитейших в мире монстров». Фрэнкиштейн – дочь Фрэнкиштейна, рядом с ее артом биография. И также мы видим перевыпущенных персонажей Лагуну, Клодин и Дракулауру. Паутинка заменена значками монстряшек, представленная намного меньше информации. В комплект входит подставка, питомец и два аксессуара. Кукла выполнена в Индонезии. На заднике сохранилась вставка, но с надписи «Сшитый вместе со стилем» превратилась она в «Буриджинал Крепродакшн» – крепление штырьки и резиночки. Впервые на коробке есть картонка с информацией о переработке. В линейке представлены нейтральные куклы, одетые по умолчанию. Самая первая серия получила название «Базовая», чтобы поклонники могли отличить ее от последующих тематических серий. Существует две интерпретации названия «Базовая серия», что позволяет разделить эту линейку кукол на две подкатегории. Базовыми называют кукол в повседневных нарядах, которые они надевают, когда нет особого никакого случая. Это название было эффективным и понятным до середины 2011 года, пока не появились новые персонажи и не были созданы новые выпуски базовых кукол, включающие старые и новые лица. Таким образом возникла путаница, поскольку фанаты были вынуждены называть базовыми двух разных кукол из разных выпусков. И поэтому вскоре появилось название «Выпускной» или же «Schools Out». Конкретно Фрэнкиштейн выглядит по-другому, и она одета в другой, соответственно, наряд. Сейчас же Monster High представила линейку подвижных кукол с персонажами, обладающими обновленной внешностью и с тематическими аксессуарами. Для сравнения сегодня нам пригодится Фрэнкиштейн. Первое – Комикон, страшно огромный, перевыпуск базовых 2013 года, Гулз Алаев, Хонт Кутюр и Ребут Фрэнкиштейн. Тело не изменено стандартного роста, на нем указано производство 2021 год Индонезия. А вот шарнир измененный. У Фрэнки репродукции в бедрах белый пластиковый шарнир, в то время как у первой базовой была золотая резинка. У куклы 11 точек артикуляции. В коленке шарниры гнутся тяжело, а сама нижняя часть болтается. Все части тела гнутся, ее движение и поза выглядят аккуратно и изящно. Руки и ноги у куклы шарнирные, и их можно с легкостью сгибать и разгибать в коленях, в локтях и в запястьях. Руки новой Фрэнки имеют надписи R4, L2 по бокам вместо R и L посередине руки. На ее кистях также есть надписи. Шарниры рук новой Фрэнки похожи на шарниры кукол перезагрузки, они прочнее. Посторонних запахов у куклы нет. По телу у Фрэнки располагаются швы, которые временами расходятся в самый неподходящий момент. Например, однажды во время тренировки группы поддержки у нее отвалилась рука и приземлилась прямо под носом у самого привлекательного парня школы монстров, за что ей, кстати, было смертельно стыдно. Зацените-ка, а шов-то разошелся! Швы есть на ногах и руках принтом, а на шее изображен шов и вкручены два пластиковых болта для подключения электричества. Светлый тон кожи с легким зеленоватым оттенком. У Фрэнки классический различный цвет радужной оболочки глаз. Правый глаз – зеленый, левый – голубой. Что неудивительно, ведь она собрана из разных частей. Шов есть и на лице, под правым глазом. Он более удален и слегка растушеван. Цвет бровей не соответствует цветам волос. Брови новой Фрэнки приподняты выше и немного другого оттенка. Тени для век у нее другого фиолетового оттенка, губы краснее, лицо стало выглядеть несколько иначе, более распахнутые глаза делают ее взгляд добрее. Лоб стал еще больше. Кажется, что нижняя часть лица маленькая и шея короткая. На затылке указание, что молд 2008 года. 14 лет прошло, вы представляете? Видимо, оставшихся молдов для Клео и Гули просто не хватило, и фанаты огорчены в итоге. Ушки обычные, а новые переливающиеся серебром серьги имеют более темную цепочку. У молодой 15-дневной Фрэнки длинные волосы пепельного цвета с добавлением черных и белых прядей. По всему периметру они не настолько идеально чередуются, как это было ранее. Высоко собранные мальвинки, они сделаны аккуратно. Внизу прошиты черные, волосы чуть волнистые, из резинок, которыми была кукла придавлена к коробке. Голова куклы не прокрашена, она в цвет тела. Кстати, больше у кукол нет утечки клея в головах, и Мотел больше не использует старую технику для прошивки волос. Сама прошивка хорошая, рядом с собранными прядками небольшие залысинки, и они практически незаметны. Волосы новой Фрэнки немного длиннее и менее густые. У старой же Фрэнки они слегка желтые, так как они желтеют со временем из-за клея. Фрэнки предстает перед своими поклонниками в своем первоначальном и основном образе. У нее очень хороший вкус, даже в школе она одевается невероятно стильно. В базовой версии она наряжена в короткое платье в клетку, со светлым воротничком и пышными сетчатыми рукавами. Оно на липучке. Низ – это юбка с сеточкой, клетчатое платье Фрэнки имеет более короткую юбку, чем у оригинальной куклы. У новой куклы платье более яркое, особенно красные полосы. Шов на белой части платья стал меньше по ширине, но сам по себе он чаще и толще. Поверх платья одет галстук в горошек с запонкой в виде скелета. Пришит не снимается. Череп на галстуке и ее браслет более темного серебристого цвета. На талии свободный пояс с металлическими заклепками и пряжкой в форме молнии. Готический элемент пришит к юбке. Цепочка на ремне новой Фрэнки полностью серебряная. На руке красуется серо-голубой браслетик. Также в образ куклы отлично вписываются модные полосатые туфли на платформе и высоком каблуке. На них есть разрез, чтобы можно было спокойно их снять. Питомец Вадзит похож на хозяина. Он сшит самой Фрэнки из частей различных животных. Новый Вадзит немножко отличается по цветам. Он менее блестящий, особенно его ошейник. А также у него нет никаких надписей на задней стороне крыльев. Покрас сумки Фрэнки немного отличается. Она со стандартным черепком Monster High есть имитация молнии, но не открывается. Подставка и расческа серебристо-серый, под цвет персонажа, но другого серебристого оттенка. На расческе указан 2010 год. Там, где раньше было написано Mattel Inc., теперь написано только Mattel. Узкий держатель на подставке надо также очень аккуратно использовать. Дневник принадлежит самой Фрэнки Штейн. О биографии Фрэнки нам известно многое. Это же центральный персонаж линейки Monster High. Наивная, любопытная и дружелюбная. Она пришла в школу монстров, чтобы завести новых друзей и узнавать о мире как можно больше. Коллекционная комиконовская Фрэнки Штейн самая дорогая из всех. Отличается по большей степени тем, что она черно-белая. А в целом, великих отличий с первой волной нет и также с перевыпуском 2022 года. Вот и подумаешь, какую из них брать. Самый добрый взгляд у Фрэнки у перевыпуска 2015. Кстати, у всех трех кукол по-разному прошиты волосы. У новой более четко проработаны еще детали одежды. Ребут в принципе вне сравнения с репродукцией. Разница колоссальная и на лицо, и на шарниры, и на тело. У Фрэнки Хонт Кутюр, выпущенный в 2022 году, побольше схожестей с базовой. Широкий лоб, высокая мальвинка, но более закругленные и распахнутые глаза. И в них больше бликов. Конечно, это не стопроцентная идентичная старая версия кукол. У куклы изменен макияж, другие современные шарниры, некоторые детали также незначительно отличаются. Все равно кукла была произведена с особой внимательностью к мелким ювелирным элементам. И многих не оставят равнодушным. Что есть эталон, что лучше, что хуже, какую куклу покупать и покупать ли вообще, решать только вам. Напишите в комментарии, какой выпуск Фрэнки Штейн нравится вам больше. Буду вам отвечать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. Переходите на мои другие обзоры и социальные сети по ссылкам в описании. До встречи в следующих видео. Be cool and crazy. Ваша Белевикс. Всем пока-пока.